Чё, как дела, гандоны? С вами Сырога. Вы что-нибудь знаете о свадьбе? Нет? Чё, серьёзно? Забудьте все стереотипы о свадьбе. В свадьбе всё намного страшнее. Невеста одевает белое платье, как будто через пару дней ей ложится в гроб. Но как ни странно, она рада этому мероприятию. Что не можно сказать об женихе. Он надел чёрный костюм, для него это трава. Ведь он лежает за своей свободой навсегда. Больше никаких текил и местных шкур. Только одна. Только Люся. На главной церемонии парень стоит с улыбкой. Он ещё не понимает, что он попал в ад. Глупый. Прошли эти два мучительных часа. Парень всё ещё не подозревает, что он подписывает контракт с самим дьяволом. После этой церемонии попадания в ад, они едут в ресторан, якобы отпраздновать эту свадьбу. На самом деле, как только приехал жених, с него сразу же бывают деньги. Это у нас называется выкуп невесты. Но мало кто понимает, что это не выкуп. Ты покупаешь абонемент в ад за свои же деньги. С тебя выбыли всё до копейки, ты можешь забрать свою невесту. Своего дьявола. Ты садишься с ней за стол, ни о чём не подозревая. А вдруг и дело трава. Ты об этом не думал? Теперь думай. На свадьбу вы приглашаете некого по имени Тамада. Этот влец очень хитр. И может себя ухипнотизировать вас. А как вы думали, почему вы соглашаетесь на конкурсы? Кстати, о конкурсах. Этот Тамада придумывает их нахуду. Ведь по ночам у него свои проблемы. Так же есть ухипу, как им должна проводить свадьба. К примеру, помыть ноги тёщи. Вас заставляют мить ноги вашей тёщи, которая, как и ваша дочка, будет долбать вам мозг. Вы помоете ей ноги, но она не станет вам добрее. И шахезы, какие там ноги. Второй обычай, со стороны невесты. Невеста под конец свадьбы должна выкинуть букет кому-то из своих подруг. Как будто передать это отство своей подруге. Поэтому каждая приглашает своего врага. И кидайте, и букет. Пусть и эта тварь страдает. Коре в концу подойдёт это мероприятие. Ведь кодовое слово мир. Но не верьте, этому здесь нету мира. Повсюду ад. В конце вы поедете к себе домой, якобы на брачную ночь. Но это всего лишь лужка, на которую попадает каждый неопытный. Переживший брачную ночь, ждите через два месяца. Милый, я беременна. А с вами был Саррога. Тамада. Ёпте. Всем пока. Че, как дела, бро? С вами Сергей Онис. И сегодня я решил зайти и проведать свою бывшую Иви.